В Волгограде побывал крестный ход в поддержку Крыма под крылами Матери Божией Георгия Победоносца и Иоанна Кронштадтского. В год празднования 70-летия Великой Победы и 25-летия прославленного святого праведного Иоанна Кронштадтского в лике святых, в Волгоградский храм, носящий имя этого святого, прибыл автомобильный крестный ход. Крестный ход следует из Санкт-Петербурга и проходит по домофорам Каневской, Августовской икон Божией Матери и Касперовской, Царицинской, что присоединилась к крестному ходу в Волгограде, а также икон святого великомученика Георгия Победоносца и иконы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мы как организаторы, соорганизаторы данного мотопробега. И вот так вот случайностей не бывает, но Господь вот так вот благословил видать, что мы сюда приехали в гостиницу и проезжая мимо увидели вот встречу икон, встречу крестного хода на Керчь и присоединились вот как-то так скромно. Во встрече святынь приняли участие казаки Благовещенской станицы, прихода храма святого Иоанна Кронштадтского и Кубанская казачья ассоциация. После встречи святынь все направились в храм, где был отслужен молебен. Примечательно, что Георгий Победоносец следует из одного города-героя Ленинграда через город-герой Сталинград в город-герой Керчь. Мы полагаем, что он сам выбрал этот путь, а мы как инструмент в руках Всевышнего следуем этому пути вместе с ним, с батюшкой Айном Кронштадтским и с военной иконой августовской Божией Матери. Икона эта пришла к нам, это оклад от военного Евангелия, Петровских времен. Тогда наш город, в котором мы живем с вами, именовался Царицыно. И по благословению старцев и по совету икона была названа, во-первых, это Касперовский образ, и через дефест мы ее на именовании отметили Царицынской. У прихожан храма была возможность помолиться и приложиться к сразу нескольким святыням. А утром следующего дня крестный ход отправился дальше, в Ростовскую область. Продолжение следует...